очень красивенько все очень красивенько так хорошо итак мы продолжаем изучать как оставаться радостным несмотря ни на что потому что я последние дни вот очень некогда совпало последние дни мне как-то совпало что ко мне несколько человек обращались и говорят что вот стараюсь быть радостным очень стараюсь быть радостным и счастливым применяю все практически применяю все методы увеличения радости и что и не получается вот какая-то ситуация которая полностью выбивает из всех вот этих вот прекрасных моих попыток да я думаю что многих из вас тоже такое бывает почему вот разные разные есть действительно обстоятельства бывают какие-то резкие всплески неожиданных обстоятельств которые человека выбивают из радости то есть еще раз мы определили что из радости человека выбивает когда что-то или кто-то ведет себя не так как он ожидает когда события идут не по плану когда то что происходит в его жизни идет не так как он хотел и это обычно то что выбивает человека в спектр негативных эмоций спектр каких-то огорчений и так далее то есть мы еще раз есть как бы такой нейтральная до нейтральное состояние нейтральное состояние это когда просто ты такой на нейтрал очки да кто понимает понимает то есть это еще не позитив вверх идет позитив бывает вот нейтрал очка и позитива у меня сейчас такая нейтрал вот у меня сейчас facebook отключился и сразу меня с нейтрал очки да почему мне фейсбук отключился непонятно он же не должен был отключить и вот у меня каждый раз когда отключается фейсбук и переходит на на сеть вот это вот как мобильная сеть да у меня чуть-чуть с нейтралки сразу скачет вниз настроение состояние прям моментально у тебя моментально такая с нейтралки тик и все теперь якобы вижу якобы шатадина у меня опять возвращается с минуса в плюс да теперь в так постоянно у человека скачет его настроение если он залипает в каком-то аспектре эмоций например кто-то залипает в негативные эмоции а то это залипает в позитивный но позитивное залипнуть это наша цель и мечта то есть мы хотим с помощью постоянной тренировки мышления а прийти вообще цель вот того что мы делаем до в этом цикле уроков это с помощью с помощью тренировки мышления научиться прям конкретно научиться с помощью тренировки мышления научиться быть в фоновом состоянии счастья радости любви ко всевышнему и как в торе написано да что если ты не служил богу всесильному в радости когда было все хорошо приходят проклятие тогда всевышний говорит ладно идем тогда с другой стороны тебе не нравится то что у тебя есть ты недоволен ты видишь в нейтральной ситуации видишь негатив да хорошо значит и выбираешь видеть негатив а это значит путь по которому человек хочет идти его ведут и начинают случаться все больше больше негативных событий чем думают что же делать и он начинает ценить то что у него было те радости и он выбирает вот тут опять же выбор есть люди которые прямо катятся в пропасть и они до конца они вот все плохо он видит еще хуже ему плохо он видит еще хуже и он значит углубляет себя углубляет пока он не загоняет себя в яму там депрессию другой человек он в какой-то низкий момент вот я помню ник учить он рассказывал что у него был момент когда он хотел уже закончить жизнь самоубийством он лежал значит уже он хотел утопиться он родился без рук без ног и он в ванной хотел утопиться значит но он даже утопится у него и тут он подумал ну все раз я уже не могу ни же никуда уже вытопиться даже не могу значит я буду жить хотя бы для родителей которые меня очень любят все я он значит начала из этой я была начал вытаскивать вытаскивать искать искать вот за что зацепиться за что зацепится позитивная а теперь обратите внимание чит же это выбор Человек выбирает. Если человек выбирает искать позитивное, выбирает, за что зацепиться, выбирает, это выбор, то есть полуполный стакан или полупустой, это чистый выбор, нету там ни полуполного, ни полупустого, а просто твое намерение, что ты сейчас собираешься в жизни своей искать, позитивное или негативное. И если ты собираешься искать позитивное, то в какой бы точке ты ни был, тут же нам помогает сразу экклезиаст Коэли, да, царя Соломона, который говорит, все говорит эвэли-вэлим, все, что тебя расстраивает, это все пар паров, суета-сует, все, что тебя сейчас тревожит, расстраивает, волнует, пугает, это все суета-сует, да, все, не парься, вообще не парься. А что? Бога бойся, заповеди его соблюдают, в этом весь человек, все, то есть увидь в этом Всевышнего, увидь в этом Всевышнего и захоти, 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 сильно захоти увидеть вот это вот позитивное зерно, и Всевышний за то, что ты выбираешь увидеть это позитивное зерно, он, путь, по которому человек хочет идти, его ведут, и человека начинают вести по позитивному пути, так оно работает. Теперь я в последние дни изучал книгу, значит, сегодня я честно вам скажу, что, значит, вот этого вот, смотри, это приходят эти люди странные, которые не так. Хорошо. Итак, значит, еще раз, я нахожусь сейчас в условиях, не в Иерусалиме, как обычно, без всех своих книг, без удобного, привычного такого вот распорядка дня, уже все, с Божьей помощью завтра возвращаюсь в Израиль, и поэтому я ту книгу почитал. Сейчас вот эти вот. Есть люди такие, которые очень глупые люди, которые приходят и пишут какие-то непонятные вещи, забывая, что их сейчас просто заблатируют и все. Я вот не успеваю заблатировать, но сейчас заблатирую. Хорошо. Так вот, у меня здесь есть книга Любовичского Рэба, которая, это не его книга, это книга о нем. Все. Дураков сразу блокируем и все. Так хорошо, что Facebook дает возможность, что если человек, ну такой негативный какой-то, да, его можно просто заблатировать и все. И нет его, был человек и нет. И точно так же это метафора, как это можно делать в жизни. Вот есть, например, человек, который тебя расстраивает или он какой-то, ну неадекватный. Что ты можешь сделать с этим человеком? Ты можешь спокойненько перестать с ним общаться. Ты не должен с ним общаться. То есть ты совершенно не должен общаться с людьми негативными, с людьми, которые хотят зла. То есть ты можешь просто перевести свое внимание на добрых, хороших людей. Вот смотрите, Людмила 925. Всем добрейшего утречка. Шалом. Прекрасная женщина. Мы тоже желаем добрейшего утречка. То, с чем человек идет в мир, то он и получает. И вот отсюда мы видим тоже вот этот вот же принцип, о котором я сейчас говорил. Что когда человек хочет видеть добро, когда человек хочет выбирает именно видеть добро, и в любой ситуации, смотрите, мир же он дико многообразен. Прошлое, будущее, иллюзия. Это просто прошлое воспоминание, выбирай любое. Будущее, фантазия, выбирай любое. В настоящем есть, ну, огромное количество возможностей, на что обратить внимание, как это интерпретировать. Вот смотрите, я даже вчера придумал упражнение, как развивать у себя вот эту гибкость мышления. То есть я это придумал для Академии счастья, но я вам расскажу. Вот смотрите, как раз это будет на Еленен вопрос тоже ответ, если эти негативчики твои родные. Например, нужно тренировать у себя гибкость восприятия. Вот сейчас я вам дам упражнение, я вчера придумал, вы первые, кто его знаете. Вот, например, что, вот вы делаете какое-то действие, вы идете, например, по дорожке, да, или вы смотрите урок. И вы говорите себе внутри, я смотрю урок Торы, да, я смотрю урок Торы. И тут же даете еще пять других описаний этого же действия, только другими словами. Например, я смотрю, я сейчас, я провожу урок Торы, я служу Всевышнему, я сижу на, на, ну, сижу на такой подставочке, да, это не подставка, на подоконнике. Я дышу. В это же время, то есть вы берете и тому, что происходит, вы даете пять разных названий, любому делу. И когда вы привыкаете, что любое действие, любое, любое событие, любую точку можно описать пятью разными вариантами, то у вас развивается гибкость мышления, вы не зациклены в одной интерпретации. И поэтому, значит, еще раз, вот, например, это мы взяли пример, я иду. Вы видите, я смотрю на траву, да, я любуюсь природой, я смотрю на растения зеленого цвета, я, значит, воспринимаю окружающий мир, и я поверну в сторону, там, солнца, да. То есть, когда вы даете пять разных интерпретаций, вы, вы тренируете свое мышление не зацикливаться на одной. Теперь дальше, когда, вот, и сейчас я перехожу к той книге, которую я здесь читал, это книга о том, как, как мыслил Любовичский Рэбе. Называется «Думай хорошо-хорошо. Способ мышления Любовичского Рэбе». Итак, эта книга называется, Михельсон ее написал, Михельсон, Кальмансон, Кальмансон. Ее написал Равин по фамилии Кальмансон, и, значит, он приводит там вот именно как, какие есть интерпретации. Значит, меня очень вчера удивила эта интерпретация, мне очень понравилась. Значит, есть известная история, с которой начинается Тора, как первый человек, Бог создает первого человека, это был шестой день творения, и он создает первого человека, и в Талмуде расписывается почасово, что там происходило. И вот он ему говорит, Всевышний говорит первому человеку, от дерева познания добра и зла, от этого дерева нельзя есть тебе. Понятно? Он говорит, понятно. Потом он говорит жене, от дерева познания добра и зла нельзя есть, но Бог сказал, нельзя до него дотрадиваться. Понятно? Она говорит, понятно. Потом появляется змей, который змей-искуситель, да, это вот свойство ума, которое есть. И змей говорит, а, Бог, значит, он не то имел в виду, он боится, что вы станете такие, как он, создающие добро и зло, создающие миры и так далее. Далее он женщине говорит, ешь. Она ест. Потом она, эта женщина, съела. Она мужу своему говорит первому человеку, ты тоже ешь, и он тоже съел. И Бог говорит, как же ты мог нарушить мое вот это вот, мое указание, да? А в чем была задумка Всевышнего? Зачем он это все сделал, эту всю игру? Он хотел, чтобы человек по доброй воле, человек это как отражение Всевышнего, но он хотел, чтобы человек по доброй воле, именно по своему выбору, из любви, не из страха, хотя тоже он его предупредил, что в день, когда поешь, то ты умрешь, значит, но станешь смертным. До этого он был бессмертный, он должен был быть вечно. Бог хотел, чтобы человек выбрал именно свободой выбора, выбрал соединиться со Всевышним, и как с ним соединиться? Выполнив его волю, да? То есть, когда ты выполняешь волю Всевышнего, ты с Богом соединяешься. Теперь, а что сделал человек? Человек в этот момент, он выбрал Бога ослушаться. В этом вся наша история, вся суть человека, да? Когда ты должен что-то делать, что-то хорошее, правильное, заповеди, то у тебя внутри есть вот этот вот змей, который он сейчас внутри каждого из нас, который тебя ведет в другую сторону. Иногда через лень, иногда через какие-то негативные мысли. Негативизм – это чистый змей вообще. И, значит, человека съедает, Бог с ним проводит беседу и говорит, что, видишь, раз ты не послушался, теперь все меняется, все усложняется. И человек был изгнан из рая. И говорит, теперь в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб, женщина в муках будет рожать, и станешь ты смертным. И люди, опять же, начали рождаться люди, сыновья первого поколения. Каин убил Эвеля. В общем, природа людей за последние почти шесть тысяч лет не меняется, отцоветворение мира. Получается, что все говорят, эх, если бы первый человек не согрешил, все было бы по-другому. Мы были бы вечны, было бы все хорошо. Ну, вообще, нас бы не было тогда, но не было бы вот всей вот этой вот истории человеческой, о которой сказал царь Саламон так. Он говорит, что завидую я тем, которые уже умерли. Им лучше, чем тем, которые живут. А еще больше я завидую тем, которые не рождались. То есть, они в этом мире не проходят весь этот мир, полные каких-то там страданий, испытаний и так далее. Теперь получается, что первый человек согрешил, согрешил, сделал плохо, сделал плохо. Рэбби говорит, любая честь, посмотрите, какой он был вообще великий человек, первый человек. Все говорят, нет, секундочку, он же согрешил. Как он был великий? Рэбби говорит, нет, посмотрите, он же не сразу согрешил. Сколько времени он держался? Сколько времени он, он же мог сразу же пойти и съесть это дерево, этот плод. Но он же держался, пока змей не совратил жену. Его он не мог совратить, этот змей. Пока жена не сказала ему, ешь. Он сколько времени он держался? Понятно, да, идея? То есть, что мы отсюда видим? В любом деле можно посмотреть на вот эту вот позитивную его сторону. Вы спросите, а зачем? Ну, зачем? Вот мне вчера спрашивал один парень, он говорит, я уже под твоим советом 7 месяцев живу, с октября месяца мы изучаем. Вначале мы изучали книгу «Сад благодарности», 120 уроков. Потом мы изучали книгу «Жить в радости». И вот сегодня мы уже последнюю неделю мы просто чуть-чуть ее так на эту же тему говорим, но не из той книги. Так он спрашивает, говорит, вот я живу, все время я в радости, все время я все принимаю, все время я в это. И что я в жизни наблюдаю? Наблюдаю в жизни, что я перестал отстаивать свои границы, я перестал вообще вот просто как бы растворился, да. И люди вокруг, они очень довольны, и все рады, и у всех хорошие отношения. Но я лично перестал получать то, что я хочу. То есть я получил хорошее настроение, но для этого мне пришлось отказаться от всех, от всех, как он сказал. Вот смотрите, как обычно происходит. Человек что-то хочет. Он хочет, например, какую-то, ну, мы сейчас говорим про отношения с другими людьми. Он хочет, чтобы другие люди делали то, что он хочет, и так, как он хочет. Другие люди хотят, чтобы он делал то, что они хотят, и так, как они хотят. И вот человек, который отстаивает свои границы, это такое современное, есть модное слово, он им говорит, секундочку, я не буду делать то, что вы от меня хотите. Я хочу делать так, как я хочу. А вы вот, пожалуйста, сделайте так, как я хочу. Они говорят, вообще нет, вообще все по-другому. Ты будешь делать то, что мы хотим. Обычно суть конфликта между людьми. И вот теперь получается, если человек давит, он отстаивает свои границы, это так называется. То есть он отстаивает не свои границы, он отстаивает свое желание делать так, как он хочет. И свое желание, чтобы другие делали так, как он тоже хочет. Это и есть границы. То возникают конфликты. Возникают конфликты. То есть теперь, если возникают конфликты, то у человека обычно теряется хорошее состояние. То есть в конфликте жить, человеку очень тяжело, когда он в конфликте. И опять же, если ты выигрываешь, и если люди начинают делать то, что ты хочешь, то у тебя есть выигрыш. Но обычно это люди не сдаются. То есть если начинается конфликт, мы видим война, страны, когда люди ссорятся. Вот они жили, любили друг друга, потом они начинают ссориться очень сильно и разводятся, судятся. Некоторые вообще там убивают друг друга, все такое. Бывают такие ситуации, когда люди даже убивают друг друга, которые были вообще муж, жена, там любили друг друга. Когда клялись в вечной любви. То, что получается, если ты не отстаиваешь свои границы, тогда тебе внутри, ты как бы работаешь со своим желанием. И ты растворяешься в других людях, называя это, что это же не люди, это воля Всевышнего. Правильно? Теперь, если ты конфликтуешь, то можно тоже сказать, что это же воля Всевышнего. Да, то есть я, все воля Всевышнего, что происходит. Это очень непонятный момент. Это очень непонятный момент. Я вам расскажу тоже про Любавичского Рэба. Одна была история. История, значит, вот Наталья Дар, она говорит, что она тренировалась. Мне тоже приходила в голову такая идея, что если конфликтовать и получать от этого радость, да, то есть ты как бы, если ты конфликтуешь и ты радуешься, что ты конфликтуешь, что тебе нравится вот эта вся битва, там, эмоции. Ну, мне кажется, что это очень какая-то сложная альтернатива, да. Мне кажется, что все-таки лучше не общаться с теми людьми, которые конфликтные. Мне кажется, что вот этот момент, этот момент, он все-таки более правильный. То есть жить максимально по правилам, которые, которые, вообще жить по Торе, да, по правилам Бога. Но теперь, если это входит в конфликты с другими людьми, то спокойно обозначив свои вот эти вот правила, границы и так далее, сказать, что или так, или никак, да. Да? Ну, может быть так. Я, честно говоря, у меня нет пока ответа на этот вопрос, но я расскажу о случае жизни любая честная рэба, который даже первого человека, с чего мы начали, он его оправдывал. Оправдывал, говорил, что у него были прекрасные намерения, он хотел, и он хотел как лучше, значит, все. То есть, и вот у него в жизни наступает такой момент. Он был любая честная рэба, и предыдущая любая честная рэба, и предыдущие все рэбы, он был седьмой любая честная рэба по счету, да. Они собрали библиотеку, огромная была библиотека святых книг, там были очень редкие старинные экземпляры, такие были, ну, удивительные книги, уникальные. И была эта библиотека в Америке 770, да, это дом 770, значит, там была эта библиотека. Теперь у предыдущего рэба Любавичского была старшая дочка, младшая дочка, у него было три дочери, и рэба, он был мужем ее средней дочери, по-моему. Поэтому младшая дочка погибла в концлагере со своим мужем, а старшая дочка была замужем за, ну, там, за другим человеком, который не стал рэбой. И вот рэба становится любая честная рэба, но старшая эта дочка, она думала, что библиотека принадлежит ее папе, предыдущему рэбе, и поэтому ее сын, он приходил в эту библиотеку древних старинных книг, и брал какие-то книги, и продавал эти книги. Теперь все это вышло наружу, а рэба говорит, это не мои книги и не твои книги, и эти книги принадлежат движению Хаббат. Эти книги принадлежат движению Хаббат, поэтому вы не можете их брать, верните книги обратно, эти книги не принадлежат частным людям, они принадлежат движению, это общественные книги. Те говорят, нет, мы так не считаем. И наступает конфликтная ситуация, в которой рэбе решает, это был для него очень тяжелый период в жизни, он прямо это, он очень сильно переживал, он ездил на модилу предыдущего рэба, каждый день там молился, все. И в итоге был суд, был суд, который, это был конфликт, и этот суд, он постановил, что книги, они принадлежат именно движению Хаббат, они частным лицам, и, но с тех пор, с тех пор у них, но они не общались. Насколько я помню, сестры эти, та сестра перестала с его женой разговаривать, то есть это был очень какой-то внутренний конфликт семейный, то есть это был, была очень сложная ситуация, в которой все-таки он пошел на конфликт. И я сейчас вспоминаю, вот действительно были, очень, если мы посмотрим на всех цадиков, да, которые нас учат, что дела отцов знак для сыновей, мы смотрим на тех же Авраам, Ицкак, Яаков, мы смотрим на 12 сыновей Яакова, значит, которые, у них был конфликт с Юсефом, с братом, и которого они вообще хотели убить. То есть мы видим, что мир состоит из, из вот таких вот столкновений, и есть две стратегии поведения, да, первая стратегия это, когда ты отпускаешь, растворяешься и не вступаешь в конфликт, а вторая стратегия это, когда ты вступаешь в конфликт и, вступаешь в конфликт, да, и можешь научиться, наверное, или должен научиться. В этом конфликте все-таки оставаться радостным, если такое возможно, в принципе, да, оставаться в конфликте радостным, потому что, потому что, если ты в конфликте и не радостный, так ты дважды проиграл. То есть если ты в конфликте и радостный, ты один раз проиграл, да, ты все равно в конфликте. Если ты выиграл в этом конфликте и отстоял свое какое-то желание, то ты выиграл, но у тебя нет отношений. Потому что, когда есть конфликт, когда есть конфликт, то, то что, то или ты в нем выиграл, или ты, или ты проиграл, но отношений обычно нет ни в том, ни во втором случае. Или третий вариант, который я считаю, что он правильный, вот то, что я делаю, в интернете это очень легко, в жизни, в принципе, это достаточно легко отключать. Вот яркий пример, приходит какой-то там человек, опять, если идти по системе любаеческого рэба, какой-то хороший человек, который запутался, или он, может, пьяный, или он просто его с утра кто-то обидел, и он, значит, начинает писать гадость. Его можно заблокировать в интернете. А что, а что, ну вот мы же все и пытаемся понять, да, что говорит Турак о конфликтах, мы видим, что они есть, они были, есть, ну, то есть, они есть. И говорится, что надо стараться избегать конфликтов, но если они есть, есть суд, да, интересно, что в суде, вот есть, что говорит Турак о конфликтах, я сейчас подумал. Но есть такая мишна в Пертьевод, в которой говорится так, эта мишна говорится для судьи, что если будут болеть Динимом Димрифанеха, что если будут люди судящиеся стоять перед тобой, пусть будут в твоих глазах они оба как злодеи. Но когда они после суда уходят от тебя, пусть будут в твоих глазах как праведники, если приняли на себя решение суда. То есть Сторая говорит, что в принципе для человека возможно быть в конфликте, наоборот даже нет примеров, чтобы люди проходили жизненный путь вообще без конфликтов. Но вопрос не в том, в конфликте это или нет, вопрос в твое поведение, которое, как ты ведешь себя в конфликте, как ты решаешь этот конфликт. То есть если два человека, они нормальные, адекватные и для них важно отношение, например, да, то они идут в какой-то там суд или в какой-то этот. Суд говорит, вы знаете, исходя из всех вот этих вот, исходя из всех данных вот этого дела по законам Торы, значит ты ему должен отдать. У меня был с соседом, я хотел построить там веранду, а сосед мне говорит, а мне веранда вид закрывает. Я говорю, вы знаете, я давайте узнаем, по суду, значит я обратился к Раину и обратился к обычному адвокату, да. Мне и один, и второй сказали, и по законам государства, и по законам Торы, твоя веранда, строй себе все хочешь, даже если ему вид закрывает, ну что, пусть смотрит в другую сторону. То есть ты же не у него строишь на веранде, ты у себя строишь на веранде, на балконе. Но это было там целое рассуждение. Я ему говорю, смотрите, я могу строить, то есть буду строить. Построил, он перестал со мной разговаривать. Прошло где-то год, а я с ним все время, здрасте, 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 здрасте. Он, значит, отворачивался, отворачивался, в итоге, значит, тоже мы с ним начали нормально разговаривать. Потом у меня было, это самое, трубу прорвало, да. Он ко мне прибегает, у него стена потекла, да, стена у него потекла. Я говорю, ну тут понятное дело, что это моя вина, значит, надо стену, я ему стену там починил, да. То есть важно в каждой ситуации, ну, есть конфликт, а есть ненависть следить друг к другу все. То есть нужно научиться, мне кажется, отстаивая свои границы, но делать это максимально без конфликта, а максимально спокойно, вот, уйти от слова конфликт, да, поиск какого-то решения, в котором, в котором должны быть обе стороны быть довольны. Теперь, если люди, с которыми человек взаимодействует, они не готовы на вот такие вот, ну, нормальные такие жизненные обстоятельства, тогда надо решать, можешь ли ты поступить со своими интересами или не можешь. Все. Потому что если человек не может со своими интересами поступиться, я почему улыбался, я вспомнил одну историю последнюю, я тебе сейчас расскажу, жизненная. Значит, есть один раввин, с которым я консультируюсь по разным вопросам, и вот он мне рассказывал, что пришли к нему два бизнесмена, и говорят, у нас там спор, ну, какой-то у них огромный спор, там, финансовый, про какие-то объекты недвижимости, все такое. И, значит, этот, и они к нему пришли, чтобы он их как раз судил. Он им говорит, только вы мне должны дать обещание, вот прям перед тем, как вы начнете рассказывать ситуацию свою, да, дать обещание, что если я в нее вникаю, я все, и вы, я скажу, какое будет решение по Торе, да, в этой ситуации, то вы оба его примете. Один говорит, да, я согласен, я согласен, готов подписаться. Второй говорит, говорит, я согласен принять ваше решение, только если я прав, если оно будет, что я прав, если я не прав, я его не принимаю. Но раввин говорит, я тогда не буду давать решение, ну, то есть я даже не буду вникать, это не подход. Вот, то есть если ты приходишь, там, в раввинский суд или в такой суд, если ты, ну, я говорю про раввинский суд, если ты говоришь, я принимаю закон Торы, как кто расскажет, так и будет, значит, значит, это хорошо. Если человек говорит, нет, я приму только если это будет мой выигрыш, значит, с ним не надо судиться. Кстати, интересно, что тот, который не принял это решение, потом, знаете, какая была дальнейшая его судьба? Да, дальнейшая судьба его была, у него были очень, ну, там, были, ну, этот конфликт, он разрастался, 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 потом на него было покушение, и пострадала очень сильно его семья. И получилось, что хотели его убить, прям реально было покушение, ну, там, я не буду рассказывать, чтобы не это самое, но получилось, что вот тот вот конфликт, который, и он не хотел уступать, он такой, ну, боец-боец еще с 90-х, да, и он никогда не хотел уступать, но в итоге человек, который не уступает, он тоже должен понимать, что в конце концов может, может что-то сломаться. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра, завтра уже с Божьей, а завтра еще я буду здесь, и уже послезавтра будет из Иерусалима, я надеюсь, с Божьей помощью урок, так что будем уже с книгами в хороших условиях. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, радостного, счастливого с отсутствием конфликтов. Субтитры сделал DimaTorzok